Один шаг до смерти. На Уралмашу мужчина поскользнулся и упал в разрытый котлован. Обрыв был огорожен сеткой, но оказалось, сооружение не сможет удержать человека. Пока прокуратура разбирается, были ли нарушения со стороны рабочих, по опасной тропинке продолжают ходить люди. В ситуацию вмешался городской дозор. В непростые условия поставили ремонтники жителей Уралмаша. Балансирование по наледи вдоль хлипкого ограждения этой траншеи закончилось трагедией. Один из жителей в темное время суток, поскользовавшись, упал в канаву, где скончался от черепно-мозговой травмы. То, что жители ходят по краю, стало ясно уже давно. По словам дочери погибшего, работы здесь не ведут вторую неделю. Здесь нет ни освещения, ни предупреждения пешеходов о раскопках. Так что в темноте яму не разглядеть. Да и ограждения, как выяснилось, условны. Я обращалась в прокуратуру Рджинкидзовского района. Но по сей день никаких мер не было принято. Ограждения, как видите, отсутствуют, если это можно назвать ограждением. То есть я беспокоюсь даже за жизни жильцов вот этого дома. Потому что упасть сюда может хоть кто. Беспокойства Елены не напрасны. После ЧП ограждения так и не восстановили. А пешеходы продолжают рисковать своей жизнью. Очень страшно. А почему тогда вы идете? Обходить по переходам не хочется. А где я пойду? Мне если сюда вот надо идти. Как выяснилось, здесь прокладывают кабель для электроснабжения новостроек. Но о результатах проверки, говорят юристы, говорить пока рано. Если выяснится, что допущены нарушения охраны труда, виновникам грозит до четырех лет лишения свободы. Существуют определенные стандарты, которые содержат требования к ограждениям, каким образом места работы должны быть огорожены. И правоохранительные органы при проведении проверки как раз должны установить, что за работы выполнялись, кто был ответственен за выполнение этих работ, какие требования к проведению и к охране труда при проведении этих работ предъявлялись и насколько они были соблюдены. Правоохранительные органы, говорят юристы, не обязаны сообщать заявителю о проводимых следственных мероприятиях. Но если по завершении проверки будет возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, то виновные будут призваны к ответу, а родственникам погибшего будет выплачена компенсация. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.